Гудков, политик, выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте. Да, и здравствуйте. Я внимательно следил, как вы пересчитывали в кармане биткоины. Полезная задача, которую надо решать. Ну вот мы как раз ждем. Может быть кто-то... Один биткоин, какая малость, да, казалось бы. Так, ну что, у нас сегодня такой марафон, в рамках которого мы поставили кофе, как такой некий индекс, и поэтому хочу начать с напитков. Вот вы предпочитаете кофе или чай в жизни? Я кофеман, да. У меня утро начинается с двух больших достаточно чашек кофе. Ну и в течение дня, может быть, я там один-два раза, сейчас там где-то прикладываюсь. Кофе так, что... Хотя я тоже... А вот вечерами идет чай. Я не знаю, как это объяснить. Организм как-то сам регулирует. Ну вот утро начинается с кофе, и это просто уже традиция. А как вы узнали о кофе? Вот помните, как это было в первый раз? Я вот честно скажу, когда попробовал кофе, не помню, но когда Алиску попробовал, помню. Я отношусь к тому поколению, которое пило кофейный напиток, который там изготавливался хрен знает из чего, каких-то там корней и прочего. Я помню, у меня отец привозил такие баночки из Москвы, назывался кофейный напиток, он был растворимый. Вот, и его нужно было добавлять в сгущенку, что-то еще. Тогда он походил на кофе. Вот, а потом у меня уже... У меня отец работал на заводе, он был замначальника отдела комплектации, постоянно мотался по всей стране, в том числе и в Москву. Ну, такая была плановая система, когда нужно было выбивать то, что тебе положено по плану. И вот он привозил из Москвы потом уже растворимый кофе. А настоящий кофе я думаю, что очень поздно попробовал. Наверное, это были 90-е годы, когда появился настоящий зерновой кофе в России. И, наверное, вот тогда, потому что до этого как-то мы удовлетворялись вот этим растворимым банком кофе, тоже неплохой, кстати говоря. Но все-таки такой суррогат. А настоящий кофе зерновой я попробовал в 90-е годы. И с тех пор я повелел в своих компаниях поставить хорошие кофейные машины. Мы не ставили какие-то там вот эти все, то, что там второго-третьего сорта. Мы хорошие покупали кофе, хорошие покупали кофейные машины. Но договорились так, что мы на этом не будем жалеть денег. И сотрудники и гости всегда у нас получали хороший кофе на переговорах, на каких-то встречах. И это была тоже наша традиция, как там и конфетки, и бараночки. Мы их закупали в Подмосковье, там был очень хороший комбинат. Возил в городе Озера, но вполне часто пускают. Очень хорошие, интересные конфеты на базе сухофруктов. Так что вот с кофе мы хорошим настоящим кофе, мы знакомы с 90-х годов. А до этого что-то было похожее на это. А вот кофе как некий такой связующий элемент. Потому что есть легенда, может и не легенда на самом деле, вот что в посольствах Российской Федерации за рубежом в основном предлагают на разных приемах растворимый кофе. Это уже такая притча во языцах, которую приходится слышать. Не знаю. Я с этим не сталкивался. Не знаю, может быть, меня все-таки принимали как-то. Но я не помню, чтобы подавали плохой кофе в наших посольствах или консульствах. Все-таки мне довелось по жизни, так сказать, поездить по нашим посольствам консульствам, встречаться с послами, с консульствами, с консулами, с работниками дипломатических миссий. Я и Лаврова познакомился. Мы с ним в Америке, в Соединенных Штатах Америки в 2003 или 2002 году, по-моему, в 2002 году. Но я не помню, чтобы где-то давали плохой кофе. Мне кажется, нет. Как раз на удивление страна кофе — это Соединенные Штаты Америки. Если вы бывали там, там вообще все начинается, любая беседа. Там стоит огромная посудина с кофе. Причем кофе отвратительного качества. Я все время задаю вопрос американцам. Слушайте, ребята, я никак не пойму. У вас тут Мексика под боком, у вас Бразилия под боком. Это ключевые производители кофе. У вас там Доминикана, Никарабуа. Они все производят кофе. Хорошие сорта, самые лучшие. А чего пьют это вот это вот? Они к этому привыкли. Действительно, да. Вот сейчас только в Америке начала появляться культура кофе из хороших машин, кофе перемалывающих. До этого они вот такой фильтрованный кофе пили. Причем пили в немеренном количестве. А в Европе это вот сразу как-то культура кофе, она как-то по-другому формировалась. И в России тоже. Вот в России она поздно стала, приобщилась к этой культуре кофе, но она взяла лучшее. Знаете, вот когда там связь там никакая, а потом сразу ставят связь четвертого или пятого поколения. Вот так вот примерно с Россией было. Россия впитала в себя, на мой взгляд, лучшие традиции кофе. А в России огромное количество машин, которые делают хороший кофе. И мне кажется, что везде и в ресторанах, и в кафе, и в офисах дают хороший кофе. Вот у меня такое впечатление. В Европе тоже. В Европе тебе везде нальют. Ну, по большому счету, там, в 95% случаев хорошая кофе нальют. Хорошая сейчас, хорошая. Сейчас уже говорят, и так, и так можно ввести стандарт грамматический. Но в Америке пока еще нет. В Америке, вот, скорее всего, тебе дают вот этот фильтрованный кофе. Но он не очень вкусный, потому что, на мой взгляд, потому что я привык уже за эти годы, вот с 90-х годов, я привык к хорошим. Сортам. Кстати говоря, очень много сортов есть тех, которые не раскручены. Мне один раз привезли в большом кофе. Я попросил, сначала привезли на пробу несколько пакетов кофе зернового. И они так понравились, что я сказал, что, слушайте, а нельзя у вас взять килограмм 50? Я его взял, потому что это был недорогий, это раскручивающийся сорт. Очень хороший кофе, и ничуть не хуже, чем лучшие сорта вот эти вот итальянские и так далее. Ну, что, я считаю, что в России, ну, и, мне кажется, в странах СНГ, везде хороший кофе дают. Вот как к традиции пришла, сразу бы лучшее умение к нам из Запада. Вот здесь как раз просят вас наши зрители рассказать, с кем из российских руководителей вам довелось выпить кофе. Вы упомянули Лаврова, вот какие впечатления-то тогда он у вас оставил? А вы знаете, очень хорошее впечатление, когда он произвел очень... Понимаете, деградация, она происходит с человеком медленно и неотвратимым, если он служит злу. А вот тогда, когда я с ним познакомился, Лавров был профессиональным, грамотным, умным дипломатом. Вот совершенно точно он на меня произвел очень хорошее впечатление. И у нас как-то сложилось... Ну, я не скажу, что какой, но какой-то контакт сложился такой рабочий. И даже когда он был министром, уже стал министром иностранных дел, я пару раз у него бывал, каким-то там беседом важным. Вот, он не отказывал во встрече со мной. И, в общем-то, он производил довольненькие впечатления грамотного специалиста. А с кем я кофе пил? Да с кем я только не пил, господи. Получилось так, что я такой, видимо, старый и так давно в политике, что я практически пил кофе со всеми ведущими лицами государства. А, как еще мы шутили, мы пили кофе с кофе Анноном, генеральным секретарем ООН, когда он еще был, возглавлял, по-моему, вот как раз мой визит в Америку, и мы там пили кофе с кофе Анноном, а кофе Аннон, конечно, вот, они шутили, что вот, когда мы еще познакомились там с Лавровым, он возглавил миссию. Вот я сейчас не помню, по-моему, в Нью-Йорке или в Вашингтоне миссия. Мне кажется, в Нью-Йорке он возглавил миссию. Вот, поэтому, да, вот, со всеми, ну, со многими. Со многими, со спикерами Государственной Думы, с руководителями администрации президента, со многими министрами, со многими генералами и так далее. Ну, были времена, когда они были травоядные времена, когда мы могли там спорить, говорить, убеждать друг друга. Это ничем не грозило тогда. Это воспринималось абсолютно нормально, как разные точки зрения, как нормальные производственные полемики, я бы так сказал. Ну, с Путиным тоже доводилось, или с Путиным не пили? А с Путиным кофе мы, наверное, да, потому что я был на нескольких встречах с Владимиром Путиным, и там был не очень большой формат. Я помню, что там, вот на даче, например, когда мы у него были, там вообще у него прекрасные столовые, там можно было заказать и кофе, и мороженое, и что-то еще там, и даже перекусить, потому что Путина обычно ждут там час-полтора, там минут сорок. Вот. В Жириновске, когда там был, он говорит, слушайте, что ты сидим? Давай закажем, тут у них все есть. Он же, видимо, был человек более опытный. И говорит, да, и чего можно? И мороженое можно, и мороженое можно. И хочет, я сейчас принесу там, что скажи, нужно, тебе принесут, тут хорошие у них повара и столовые. Наверное, мы, когда общались, я уже не помню, но надо что-то пили. Ну, в смысле, там, либо кофе, ну, наверное, кофе или чай. Я все время кофе прошел на встречах, на всяких официальных. Да нет, ну, доводилось со всеми общаться. Многие люди, которые сейчас на слуху в главе государства, они, конечно, стали другими. Они, конечно, стали другими. Вот вы не поверите, если сейчас скажут, Гудков там кого-то хвалит. Вот, на самом деле, многие из них очень талантливые, яркие, сами по себе. Но вот эта деградация моральная, нравственная, ценностная, которая произошла с ними, она из них сделает какие-то чудовища. Я поражен. Я вот, всё-таки вот, жизнь много значит. Я никогда не думал, что человек способен к такому изменению. Вот, никогда не думал. Настолько можно, что не на 30%, не на 40%, а на 200% человек может поменяться. И я могу провести десятки таких примеров с известными фамилиями, которых я основал в другие времена, совершенно другими. Не то, что сейчас с ними произошло. Вот, честно говоря, для меня два самых главных, две самых главных либо ошибки, либо разочарования в жизни. Первый, я переоценил, я все время говорил, что моя ошибка главная в оценке власти, я переоценил их моральные, нравственные, интеллектуальные и прочие потенциалы. Вот я переоценил. Я никогда не думал, что они такие окажутся примитивными и глупыми, будучи, в общем-то, отдаенными, талантливыми от природы и имеющими определенный опыт и жизнь, и периодически не ожидал. А второе, конечно, мое, наверное, просто разочарование, просто в жизни, главное разочарование в жизни, это вот этот массовый психоз, массовое зомбирание, в котором оказались десятки миллионов моих сограждан. Это кошмар. Я когда, как бы так сказать, обращался в своих мыслях или в своих каких-то там вступлениях к Германии, Гитлёрской Германии, я до конца не понимал, как это можно оболванить, в общем-то, талантливый и очень продвинутый народ. Всё-таки немцы — это выдающаяся нация, которая внесла гигантский вклад в становление мировой цивилизации. Я сейчас не буду перечислять культуры, наук, литературы, всё, что хотите. Мировой вклад. Как вот можно было превратить их в зомбированных болванов? Ну, не всех, конечно, но в огромную часть. Это для меня была загадка, пока я не увидел то, что произошло с Россией. И вот когда я увидел, что, оказывается, все народы в определённых условиях смогут превращаться в оболваненных, зазомбированных идиотов, и когда я... Я же вот воспринимал своё окружение, ну, всё-таки у меня такое окружение хорошее, продвинутое, умное, грамотное, образованное. Я всё время воспринимал вот этих всех людей, с кем я общался, ну, как люди, которые понимают, в общем-то, всё, не надо ничего объяснять. И когда вдруг, вот после начала войны, я стал разговаривать с какими-то людьми, которых я был абсолютно уверен, и оказывается, что они стоят на стороне агрессии, убийств, фашизма и так далее, нацизма российского, для меня это было такое потрясение. Это было гораздо больше, чем моя ошибка переоценки интеллектуального и морального потенциала власти, намного больше. Оказывается, люди, народы, они меняются под воздействием внешних условий, внешних и внутренних. И оказывается, что вот возможности адаптации изменений, как я сказал, они, ну, наверное, практически безграничны. Как говорил Альберт Эйнштейн, я верю только в бесконечных двух вещей. Вселенной, да, и человеческой глупости. И то в первом я уже начинаю сомневаться. Ну, то есть в бесконечности Вселенной. Не сомневался до конца жизни, Альберт Эйнштейн, только в бесконечности человеческой глупости. Но вот, видимо, это и заставляет человека трансформироваться в любую сторону, в том числе и в хорошую, но чаще в плохую, к сожалению, когда вот мы видим внешние условия формируют из нации что-то, какое-то зазомбированное сообщество. Это же не только в России произошло. Это во многих странах это происходит. И происходит сейчас, например, тоже полпот. Я вот просто готовился к эфиру с латыни, посмотрел все эти диктатуры, которые возникли на месте освободившихся от колоний стран. Это ужас, что там творилось. Вот полпот, рекордсмен всех стран и континентов, ему удалось уничтожить треть населения за недолгое время. Можете представить, что творилось в странах. И не только вот ведь вот я сейчас тоже читаю историю, там понятно, что это модно говорить о России, агентах жестокости рабства и так далее. Ну, я вот читаю французскую историю. А ничего за ночь 30 тысяч убить? Нормально? Ну, может, за пару ночей зарезать. Во Франции, когда был этот избиение гугенотов, в одном Париже, то есть в одном Париже, он тогда был небольшой, не многомиллионный город был, было убито за ночь 6 тысяч человек. 6 тысяч трупов за ночь, а по всей Франции 30 тысяч. Это был, хрен знает какой год, тысяча, конец, по-моему, 17-го, начало 17-го века. Можно представить, что население-то было все, Франции, там, 15 миллионов, а может, и того меньше. Сейчас не берусь говорить о статистике, но намного меньше, чем сейчас. И можете представить, что за одну ночь 30 тысяч трупов. То есть, ведь это же вот тоже зомбированность, это тоже вот какая-то звелиная жестокость, это тоже вот превращение нормальных людей. Вчера они были ремесленниками, вчера они были там крестьянами, вчера они были кем-то еще, а потом они стали безжалостными убийцами и палачами, садистами. Ведь они же еще вырезали, там, играли, убивали, насиливали, издевались. И вот это все произошло в течение цивилизованной, как мы говорим, Франции в течение одной ночи. И таких примеров можно привести в истории человечества немереное количество. То есть, оказывается, есть способность населения превращаться в зазомбированное стадо и находиться под влиянием каких-то сумасшедших доктрин и идеи. А что там говорить? Наша история, собственно, советская история Советского Союза об этом говорит. Это жуткий, чудовищный эксперимент. Это жуткий геноцид советского народа творился. Вот это вот преобразование, поэтому, когда меня спрашивают, с кем ты пил кофе и не только кофе, да и почему кофе и не только кофе. Там много можно сейчас называть фамилии. Поэтому тогда не были другими, по крайней мере. Нет, я думаю, что они и были другими. Были другие взгляды, были другие представления. Вот сейчас там один одиозный руководитель региона, одиозный, который там клейма ставит негде. А ведь когда-то, я помню, лет, ну, наверное, уже много лет, 15 назад, мы с ним сидели в его кабинете в администрации и говорили о том, что как хорошо бы сделать страну европейскую, как хорошо, что вот у нас есть возможность посылать детей, там, внуков, учиться, лечиться. И вот он мне рассказывал про своих там детей, кто где в ней учится, кто как чего. Ну, и у нас абсолютно был разговор за рюмкой коньяка не буду скрывать. Но ведь это вот тогда же был совершенно другой настрой. А сейчас этот человек не просто является апологетом власти, а одним из самых активных апологетов жестокости, репрессии, угнетения народов и так далее и тому подобное. Вот как он мог поменяться за эти 15 лет до такой степени? Ну, что говорить? Ладно, это общие философские вещи вряд ли никому интересны. Вот, кстати, по поводу телевидения, вот, удавалось ли выпить кофе или чай там с Константином Эрстом или там Добродеевым? Константин Эрст нет, Добродеев нет, на уровне там заместителей, на уровне каких-то там ведущих, телеведущих, да, неоднократно. С тем, что с Владимиром Соловьевым мы были, ну, почти дружны практически. И много общались. С Владимиром Рудольфовичем, простите, что отчество. Владимиром Рудольфовичем, с Владимиром, да. Вот, и, конечно, талантливый, а природа одаренный человек, безусловно. Но во что он себя превратил? И я помню вот там какие-то вот годы, первые годы моей политической работы, у нас с ним были очень хорошие близкие отношения, человеческие. Не было там, может, никаких производств, не было чего-то, но на человеческом может так вот, например, я все время звал на свои тренировки, там, хотел мне показать не только там, как он работает, но там у меня какие-то были уникальные ребята, которые там, чуть ли там, ни одним жестом могли человека обезвредить, его обесточить, так сказать, вырубить. Вот он мне рассказывал, я говорю, давай приходи, давай приходи, давай туда приходи. Мы с ним там иногда встречались в городе, где-то чего-то там обмелились новостями, каким-то инсайдом и так далее. Я тогда помню его поддерживал, когда у него был накат, наверное, уже в рядке кто-то помнит, со стороны МВД, у него был жесткий очень был накат, и там с ним пытались разобраться. Ну, то есть, были нормальные человеческие отношения со многими теми людьми, которые сегодня являются апологетами войны, крови, убийств, травли, репрессии и так далее. То есть, вот моя жизнь такая, что меня довело увидеть обе стороны медали многих известных и популярных людей в России. Но, честно говоря, мое впечатление о том, что система авторитарная, как кто-то сказал из великих французов, нет, не помню сейчас, но кто-то поправит нас в ленте, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот нечего добавить к этому выводу, поэтому никому нельзя давать абсолютной власти. Власть должна, главный критерий цивилизованности это смена политической власти, честная смена и демократическим путем смена политической власти в стране. Ключевой критерий цивилизованности и прогресса. Ничего другого, никакого другого критерия более ясно и четко обозначающие различия между добром и злом не существует. Политическая власть должна регулярно меняться. А то, что сейчас начали активно уже конфисковать имущество, потому что, ну как активно, беспрецедентный случай, это дело семьи Невзоровых, Александра и Лидии Невзоровых, которых объявили как семью. Ни сколько Невзоровых. Семью Невзоровых обокрали. Давайте так называть, вечно, обокрали. Обокрали семьи Невзоровых. Обокрали Сергея Петрова и его огромную компанию, которую он гордился, создавал там с какого-то, то ли 89-го, то ли 90-го года, Рольф, лучший автодилер России. Вчера пришла новость, конфисковали заводы, какие-то там активы у Юрия Шефлера. Мне довелось его сдавать в прошлые годы, в 90-е годы. Я думаю, что это только начало. Только верхушка Альберга, да, что там будет всё, что угодно. Но, собственно говоря, что повторяется период НКВД. НКВД, когда арестовывали, они же изымали имущество. Это имущество зачастую попадало в руки либо партийного аппарата, номенклатура, либо в руки самих НКВДшников, либо каких-то приспешников сталинского режима. То есть всегда вот эта вот конфискационная политика, начиная там с конфискации имущества, ну, может, и начиная, просто яркий эпизод в истории Мавры, когда в Испании, там с чего началась Инквизиция. Там же был огромный материальный мотив для изгнания Мавров. Махтоки и Мавры, это, в конце африканских, там много было разной в них крови, но это были люди успешные, которые сделали капитал, которые сделали бизнес, которые жили, так сказать, в доставке. И надо было у них всё отнять. Вот это отняли, и заодно породили Инквизицию, которая там только 14 тысяч женщин отправила на костёр за свою штору. Поэтому, кстати, красивых женщин выбирали сам их. Вот поэтому, конечно, вот это всё конфискационное, это просто грабёж. Узаконенный государственный грабёж. И есть свои бенефициары. Поэтому я предполагаю, что эта волна грабежей по России, она будет просто расширяться, превратит характер эпидемии. К сожалению, нам всё это придётся прожить и увидеть. Там ещё, как слово интересно, слишком благородно, но на что обратили внимание юристы, что объявили семью экстремистской ячейкой, семью Невзоровых, и на этом основании конфисковали имущество. И вот это новый поворот. Ну, я хочу сказать, что по уровню маразма, по уровню маразма, похоже, что путинская эпоха уже превосходит Сталинскую. Там всё-таки хоть какие-то такие, пусть липовые, но всё-таки какие-то понятные нарративы писали следователи, там, укулацкое бандитское подполье, если Новицко-Тройский заговор троцкистский какой-нибудь там. Ну и так далее и тому подобное. Какими-то приписали работа на какие-нибудь несуществующие разведки. Там один мужик написал, дал согласие, что он работал на разведку Персии, чем спас себе жизнь. Там через пару лет не успели расстрелять, а через пару лет сказать, какая Персия. Ты Персия, потому что сколько столетий? Нет. Ну, это по-своему жизни. Но, тем не менее, сажали, конечно, и за Персию, но это всё-таки были исключительные какие-то головотяжкие случаи. А сейчас вот этот уровень маразма, он превосходит, мне кажется, Сталинскую эпоху. Сажают там мальчишек 15-летних с какими-то идиотскими формулировками. Раньше как, допустим, расстрелили 14-летний, мы писали, что он пособник улазского бандитского подполья, поджёг там какой-нибудь стока или ещё чего-то, чем умышленно нанёс ущерб поступательному движению страны к светлому будущему капитальному коммунизму. А сейчас просто маразматические приговоры, маразматические обвинения, там Невзоров есть, ячейка террористическая вместе с женой. Ну, блин, договорились. Скоро в детском саду будут разоблачать группы пособников террористов и фейкомётов. Ну, уже всё. Уровень маразма, мне кажется, превосходит Сталинскую эпоху. Ещё по жестокости, конечно, нет, а по уровню маразма уже, я думаю, что даже превзошло. Ну что ж, мы в рамках наших скромных возможностей постараемся поддерживать какой-то, не то чтобы оптимистичный, объективный взгляд на вещи. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, вышли в наш эфир и так метафорически... Какой-то такой у нас сегодня эфир получился неполитический. Можно сказать, за чашкой чая. Да, за чашкой чая или кофе. И мы, кстати, приглашаем наших зрителей поддержать Грэм. Тысяча чашек, тысяча одна чашка кофе, так и звучит сегодня наш марафон. Спасибо Геннадию Гудкову и до следующего раза. Всего вам доброго. Спасибо. Мы продолжаем.